Винсент Килпастер Школа стукачей На упаковке с краской нарисована стилизованная блондинка с мокрыми, сексапильными волосами. По мнению фотографа, должна соответствовать моим эталонам женской красоты. А я, если честно, больше брюнеток люблю. Хотя, сейчас бы и блондинкой закусил. Уже месяц сижу на сухом пайке. Поэтому вижу на фотке не только ее роскошную прическу, но и прикрытую, как цветок лотоса, ждущую меня нежную розовость лона. Еще немного, и начну дергать себя руками там, где нельзя. А все это требуется просто покрасить волосы. Намазал этой хренью голову и жду эффекта. Написано сорок минут. Между делом читаю из рук в руки. Упорно ищу работу. Продолжаю искать. Русские не сдаются. Вокруг моей ноги сурчанем трется дымчатый котенок. Багарь. От английского bugger. Любимого словечка моего бывшего шефа. Сэра Мартина. Усталого оксфорд-кембриджского джентльмена. Украл сейф. Нестандартное решение принял преступник такой-то. Он не справился с замком и похитил весь сейф целиком. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Нет, я не медвежатник. Я мамонт какой-то. Мамонт, укравший целый сейф. Правда, после дележки с самарскими ментами, следователем нафигом, загребущей администрацией Савоя, у меня осталось только, чтобы на пять месяцев снять маленькую хрущобу на пятой парковой улице Первомайского района столицы. Здесь теперь мой дом. На Щелковском шоссе. А Вероничка настояла, чтобы я завел котенка. Так вот с этим багарем и живу. Она сказала, если с багарьком все будет хорошо, значит и у нас с ней все получится. Как сын он у нас, понимаешь? Так что трясусь сейчас с этим маленьким пидором, как с собственным сыном. Очень хочу, чтобы у нас все получилось. С ней. Очень хочу. И очень скучаю. Наши отношения, лишенные физической близости с крайне редкими короткими телефонными контактами, становятся для меня религией. Это моя мания. Мое раздвоение. Я живу с ней внутри моей узкой черепной коробки. Вероника. Она теперь для меня то, чем был Ленин для рабочих и крестьян. Мое знамя и моя жизнь. Все посвящаю ей. Все делаю для нее. Не хочу утром рано вставать, переться на очередное идиотское собеседование. Ради Вероники. И тут же вскакиваю. Охота лишнюю сигарету выкурить. А я бросаю. Не буду курить. Ради тебя, Вероника. Все ради тебя. Она всегда вдохновляет меня на подвиг. Сейчас такой подвиг — это покраска волос. Насколько сильно я стану смахивать на гомика, став блондином. Эх, забыл я тогда, что вся контрабанда и краски для волос делаются в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Пошел смотреть на результат в зеркало. И понял сразу, что людей толкает на скользкий путь суицида. Блин, ну я ж должен был блондином стать. Что это за цвет, мамочка моя? Что ж теперь делать-то? Таких блондинов надо в цирк. Олег Попов, наверное, этой же краской красился. Медно-рыжий клоунский цвет. Неестественный, как сам однополый секс. Да еще и брови черные. Забыл про брови. Какой ад. Гнойный гомес. Мамуля родная не узнает сейчас точно. Как бы вот теперь за жопу кто в метро не уцепился. Может сбрить совсем? Наголо. А вдруг еще хуже станет? Завтра в двух местах интервью. На площади революции и на юго-западной. Увидят лысую башку с торчащими лопухами, сразу на дверь и укажут. В одном вон хорошем месте не приняли, потому что не встал на воинский учет. Плевать им, что ты во всесоюзном розыске. Главное, в военкомате вовремя отмечаться. На учет не встать без московской прописки. На прописку не осталось денег. Быть мне теперь рыжим, как Антошка. Миру предстал новый я. С огромным элементом стрёма. Думаю, из-за этого жестоко апельсинового цвета волос мне так никто ни разу и не перезвонил насчет работы. Хотя во имя Вероники я посетил собеседование в 16 местах. Всего за 20 дней. В соответствии с правилами внутреннего распорядка, каждую ночь в зоне дежурит ответственный из состава старших офицеров колонии. Ночной хозяин. Один день ответственный – это зампорор, другой – зампостроительству, третий – нач режима, замполит, директор промки, козырные валеты. Они превращаются на одну ночь в королей. Сегодня – ночной король дядя. Значит, можно спокойно включить телевизор после отбоя. Пусть весь барак смотрит под его протекцией. Можно нажраться водки без страха запала или просто лазить по всей зоне после отбоя. Никто не тронет. Если и хлопнут за что, отпустят через пять минут. Но нам сегодня не до развлечений. У нашей троицы сегодня план выпытать из худого комментарий на происходящую политику. Выпытать любой ценой. Мы живем в разных бараках. Булка в самом низу, рядом с положенцами, в 12-м. Я – повыше, в 19-м. Это тот, что граничит с библиотекой. А Бибиханум – в хозообслуге, по соседству с Петушиной империей Алишера. Административная зона отделена от жилой узким перешейком, чтобы легче было отсечь админ от остальной зоны в случае бунта или еще каких нежелательных событий. Именно в этом перешейке нас останавливают надзоры. Дальше идти нельзя. В изоляторе случилось ЧП. Наши наезды на пропоров безуспешны. Видимо, случилось что-то действительно серьезное. Очень любопытно узнать, что за ЧП, но надзоры не хотят говорить даже за бабки. Может, и сами толком не знают. В любом случае, дядя уже внутри ШИЗО, и нас к нему, конечно же, не пустят. Наглухо занят, как говорят в тюрьме. Да и настроение у него, наверное, уже обосрано. Не любит худой ЧП в свою смену. Черта с два теперь вытянешь его на откровенность. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Слушаю вас. О, голос-то какой, аж мурашки по коже побежали. Приятный такой голос. Последнее время слышу по телефону только Веронику, да и то крайне редко. Вас беспокоят из турецкой строительной фирмы Алярко Алсым Тиджарет Санаи бла-бла-бла. Поздравляем вас. Вы прошли отборочный тур интервью. Не могли бы вы подъехать на окончательное интервью? Вы ведь приходили на собеседование в головной офис, а теперь надо подъехать непосредственно на площадку. Мы находимся в районе проспекта Вернацкого. Вы знаете, где это? Хорошо, я там буду. Через 40 минут сможете? Да? Ну, назначаю тогда. Блин, нихрена себе. Переться на юго-запад, другой конец Москвы. Хотя за эдаким голосом можно попереться и на край света. Поеду хоть гляну на внешность обладательницы. Все равно делать нечего. Вы поймите, Вероника — это моя жизнь. А обладательница голоса, ну, может, просто бутербродик набегу. Не рассчитал. Дорога заняла около часа, приехал с опозданием. Черт, надо было взять такси хоть на первый раз. Это стройплощадка. Ну, почище, конечно, чем наша советская стройка, но все равно, стройка, она и есть стройка. А строят они какую-то мечеть. Представляете, в Москве тоже бум мечети строить. Как в Ташкенте. Хм, знак времени. Грязище сплошное, размытая и изъезженная глина. Чвак-чвак-чвак под ногами. Смертный приговор моим новеньким Экко. 80 баксов за них выложил, чтоб тут глину месить. Жалко туфельки. Ну? Эта звездочка по телефону теперь должна быть первой красавицей Москвы, иначе я ее придушу на месте с шнуром от факса. Приехал на свою голову. Если тут возьмут на работу, стану ходить в охотничьих сапогах. Вместо обладательницы нежного голоса я оказываюсь лицом к лицу с испуганным человечешкой по имени Варолбей. Зам-зама. Варолбей очень смущен. Он часто приглаживает редеющие масляные волосы и вообще ведет себя так, как будто это я беру его на работу, а не он меня. Он робко задает вопросы и довольно быстро выясняется, что по-английски я говорю гораздо лучше, чем он. Он радостно жмет мне руку, поздравляет с огромной честью свалившись на мою голову и спешит от меня избавиться. Можно приступать хоть завтра. Нет уж. Ну тебя в Варолбей и турецкую строительную фирму, строящую в Москве мечеть. Аллаху Акбар. Эдак кататься через весь город и месить на стройплощадке грязь. — Спасибочки. Переводить на английский для людей, которые сами с трудом его понимают. — Хо, нетушки. Пусть Варолбей поищет другого дурака. Уверен, есть еще кандидаты. Я уже твердо и окончательно постановил никогда туда не возвращаться, когда в первый раз жизни увидел Ленку. Ту самую. Обладательницу утреннего нежного голоса, в котором слышался многообещающий размер груди. Она сидела в стеклянном аквариуме перед телефонной станцией «Панасоник» и хлопала на меня непропорционально огромными маслично-бездонными глазищами, от которых у меня перехватило дыхание и подпрыгнуло к горлу сердца. — О-па-па. А здесь не так уж все и запущено. Ладно. В конце концов, можно купить себе дешевые резиновые сапоги. По обыкновению своему, проспав до самого объявления на утренний развод, я рву со всех ног в нарядную. Нельзя опаздывать на развод. Из-за меня одного на работу может опоздать целый завод. Застегиваю на ходу робу, вылетаю на плац, где происходит развод, и немедленно просыпаюсь. Весь плац заполнен сидящими ровными рядами людьми. Ментов не видно. Но сидят они так ровненько, будто окружен плац тройным кольцом автоматчиков. Узкий перешейк, ведущий в админ, перегорожен неизвестно откуда взявшимся бетонным бордюром. Дорога в нарядную отрезана. Первая мысль. Ну, слава богу, перекличку не надо делать. Пока непонятно, что происходит, но мне уже ясно. На развод я не опаздываю. Похоже, что его не будет совсем. Но есть и плохие новости. Канает что-то странное, недоброе, но однозначно любопытное и науке моей неизвестное. Я люблю всякого рода беспорядки, бунты и восстания, поэтому с удовольствием падаю на корточки тут же. Рядом со мной незнакомый мужик с биркой шестого отряда. Незамедлительно приступаю к интервью. А что за хрень тут канает, братка? Ты чё, прогон братвинский не слыхал, что ли? Проспал я. А что за прогон? От буря-то канает всем мужикам собраться на плацу и отсечь штаб от зоны. Ментов в зону не пускать. Просто сидеть у них на дороге. Не драться, стекла не бить, ментов не трогать, повод не давать, сидеть, пустить ментов на просчёт и опять выдавить наверх. Ждать следующий прогон. В столовую на обед не ходить. Голодовка по зоне. До следующего прогона. Вот так, братка. Круто. Голодовка, неподчинение, обалденно. Этот бурят, походу, последователь Ганди. Папское восстание сипаев. Если зыки просто будут сидеть и игнорируют обед в столовой, это ЧП. Большое ЧП. А если при этом они не будут штурмовать штаб, бить ментов и резать друг друга, а просто давать себя посчитать, у администрации не будет особых оснований вызывать спецназ. Продуманный ход. Хотя и рисковый. Ну, бурята, ты что? Срочище у него огромный. Здоровье менты отняли. Ему-то что терять? Вот интересно, кто его прогоны из ШИЗО таскает? И как это наша братва пошла у него на поводу? Вопрос. Много вопросов. И вся херня закрутилась в дядину смену, как назло. Теперь у него наверняка будут неприятности. И связи с дядей нет. А что делать нам? Может, стоит спровоцировать столкновение с ментами? Кинуть булыган в окна штаба? А как же без санкции? Связь. Нужна срочная связь. Через бетон-то можно и перепрыгнуть, но у входа на перешеек стоят блатные воськи. Именно для встречи таких деятелей, как я. В штаб пройти можно только по запретке. Ее воськам под контроль не взять. Добро надо от бурята. А солдаты начнут орать с вышек. А вот повода давать сейчас нельзя. Ты что тут расселся, ебун тохлый? Поднимаю взгляд вверх. Надо мной булка с бибиком. Эй, здесь такое творится. Прикол. Садитесь, расскажу. Стуканашка. Какой садитесь? Валим быстрее отсюда. Сейчас кто-нибудь из воськов скажет фаса. Эта толпа разделет тебя на кусочки. Дадут прогоны. Режь, сука. И вперед, баран. Валим быстрее, пока рожу твою нарядную не опознали. Я впервые слышу у булки перепуганной интонации и немедленно подчиняюсь. Он прав. Я сижу не по ту сторону баррикад. Выбор-то мной сделан давно, а коней на переправе не меняют. И что же нам в этой ситуации делать? Идти защищать штаб? Тоже бред. Так куда идем-то? На стройку. Куда еще? Оттуда все видно. Подумаем там в тишине. В самом низу жилой строят новый двухэтажный барак. Строят очень давно и мучительно долго. Думаю, закончат не скоро. Может и никогда. Хозяину ведь тоже надо бабло на что-то списывать. Мы залезаем на крышу будущего барака и втягиваем за собой шаткую, облепанную звездкой, лестницу. Здесь же, на крыше, высыпана куча тяжеленьких серых шлакоблоков. Если за нами полезут, будет чем встретить самых шустрых борцов за воровскую идею. Голыми руками им нас не взять. Швырять шлакоблоки в бошки поднимающимся одно удовольствие. Крыша превратится в Брестскую крепость. Последний плацдарм стукачей. Хозяйственный бибик прихватил с собой целый кешир с ожиротвой и уже соображает, из чего нам сделать стол для пикника на крыше. Ташкенте меня достал начавший вдруг доминировать неслышимый ранее узбекский язык. В Ташкенте меня пугали растущие, как грибы, новые мечети. Я бежал в Москву, чтобы с турками, говорящими на однокоренном с узбеками языке, строить резиденцию иранского посла в Москве. С персональной мечетью, где он мог бы, Аллах, убить поклоны. Стоило ли попадать в розыск за такой сомнительный обмен? В Ташкенте у меня хотя бы была любимая, а это необходимо и для души, и для тела. Ирония судьбы. Куда мне бежать-то теперь? На луну? А может, не выеживаться уже и принять ислам? Все попытки познакомиться с Ленкой поближе с треском обламываются. У нее серьезный роман с архитектором здания иранского посольства по имени Энгин Бей. Энгин Бей очень похож на Джона Леннона в молодости. И внешне, и внутренне. От него исходит хипанский свет. Он совершенно особый человек, и я ему, конечно же, не конкурент. Ленка втрескалась в него по уши, но у них разница в возрасте. Поэтому ее тянет и ко мне. Есть вещи, которые я понимаю лучше гениального архитектора из Анкары. Мы нежно и немного опасно дружим. Ну и хорошо, а то чуть было не изменил моей Веронике. Хотя я думаю, достаточно изменить нашим любимым в мозгах. Мелькнула хоть раз серьезная мысль об измене, даже без последствий. Считайте, уже изменили. Или я не прав? А ждать мне Веронику, видимо, еще целый год, если не больше. Эх, любить меня, не закончив иньяза, она не согласна. Большая радость на новой работе бесплатный завтрак и обед. Бесподобная турецкая кухня. Кофе они тоже прикольно вываривают. Турецкого повара зовут Шабан. Звонкое имя. Колоритная внешность. Этакий сельджук в потертых ливайсах. При виде меня Шабан кланяется. Это потому, что я Бей. А он нет. Я работаю в офисе. Значит, Бей. Имею право пользоваться Бейской столовой, а не сидеть с простыми строителями. Молодой, подающий надежды Бей из офиса. Мои начатки узбекского в дополнение к сносному английскому обеспечивают быстрый карьерный рост. Мустафа Бей, главный менеджер проекта, берет теперь на переговоры только меня, хотя нас в отделе переводов трое. Это не считая Ленге. День на работе проходит быстро. Переводов очень много, а когда их нет, можно потихоньку наблюдать за Ленчиком. Мы с ней в одном аквариуме, ведь теперь и она необычайно сильно радует глаз. Мне кажется, она давно заметила, как нагло я на нее иногда таращусь. Хотя, боюсь, из-за моих крашенных волос она может подумать, что я гэй. Все равно немного надеюсь. А вдруг? Надеяться надо всегда. Тут читал на днях в метро статью о Горбачеве. Ему тоже Раиса Максимовна долго не хотела давать, а он ей тогда записку написал на латыни. Эдакий, знаете ли, поклонник Горации оказался Михаил Сергеевич. Дум спиро сперо, пока дышу, надеюсь. Ну, она и растаяла. Некоторые бабы клюют на латынь, некоторые на новые колготки или духи. Я давно за ними наблюдаю. Время на работе из-за близости Ленки летит. Скучновато становятся бесконечными вечерами. Приезжаю домой, жру жареную картошку с кетчупом Анкл Бенц, укуриваюсь дурью и, включив Европу Плюс, телевизора у меня нет, тяну из пивного бокала отвертку из столичной. Обычно один медленный выпитый коктейль и пятка дурки отправляют меня спать. Я сплю тяжелым, по-свинцовому серым сном. Зато и кошмары не снятся. И что самое удивительное, и совесть засадеянная совсем не мучает. Только страх, страх перед тюрьмой, холодный и бездонный ужас. Дурь в Москве, кстати, помогла отыскать Ленка. Именно она направила меня под памятник известному русскому литератору тому, что презрительно и немного грустно поглядывает на первый русский Макдональдс через дорогу. Торговлю анашой в Москве, как выяснилось, осеняет Александр Сергеевич Пушкин. Успех нас первый окрылил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. А под памятником великому предку гнездится страна глухих. А наша в этой стране бесподобная, а торговцы совсем не болтливы, правда, оживленно-жестикулярны. Никогда не видел столько глухонемых одновременно, как у ног вечного озорняка Пушкина. А каждое воскресенье я иду в кино. Один. Ну, что тут поделаешь? Зато вот в Москве сбылись мечты. На дорогу всегда укуриваюсь. Дрянь у пушкинских глухонемых классная, поэтому мне кажется, что на меня укоризненно смотрит весь вагон метро, а люди на эскалаторе даже оборачивают и громко шепчут мне след. Смотрите, смотрите, как плотно он прется! Проклятый наркоман! Ночью в дядину смену в камере штрафного изолятора бурят проглотил сапожный гвоздь. Дядя вынужден был перевезти его в санчасть, но как же иначе? Гвоздь это закуска не особо совместимая с нормальной жизнедеятельностью организма, пусть даже такого опасного и никчемного члена общества, как вор в законе. Выпустил его дядя в санчасть. А через полчаса буряту уже с почетом катили на его таратайке к положенцу. Милостивейшему сеты ага! Так начался самый массовый в истории папской зоны бунт. Толпа мужиков по команде бурята намертво отсекла штаб от зоны. Васьки преградили вход в столовую, чтобы никто не соблазнился и не сорвал политическую голодовку. Ментов запустили в зону только на просчет, чтобы не давать повода. Думаю, про парам самим особенно не хотелось спускаться в те дни в зону. Она радостно гудела как высоковольтный провод. Народ любит бунтануть время от времени. Особенно наш советский народ, ведь с первого класса в школе учат о том, как прекрасна революция. Со всех сторон нашу крышу обдувает капризный степной ветер, но он может действовать на нервы только на воле. В зоне ты понимаешь, что порывистый своенравный степной ветерок — это поэтическая ипостась свободы. Бибиков разливает по кружкам портвейн чашма. Мы как три мушкетера, пацаны. Кругом война, стрельба, а мы спокойно завтракаем в Ларошелле. Вот ведь не знал, что Бибик знаком с творчеством Дюма отца. Нашел, блин, Ларошель на Манганской области. Идиот недоразвитый. Я в детском саду играл в мушкетеров в последний раз. Ха, теперь будем ждать, пока не придут гвардейцы-кардиналы и не пустят нас по кругу. Глотнув вина и стянув с ног свои сапоги, память о Родео в Монтевидео, Булка тоже вступает в разговор. Видимо, они что-то курнули у меня за спиной. Оба в каком-то около литературном настрое. Знаешь, а я дочитал мастера Булгакова. Вчера вечером закончил. Перед всей этой ебанью таракани. Ну и как? Вставила? Ну, как сказать, нормально, прикольно местами. А что тебе понравилось больше всего? Ну, конечно же, этот, Воланд гребанный, что же еще? Там местами муть какая-то про пилата, дурку, вообще хрень. Какого еще пилота? Что за книжка-то? Бибик жарит пайку хлеба, воткнув в нее пруд, тут же, на костре. Ну, неисправимый кулинар. Про Булгакова слышала, бабуля? А ты, Олежка, я тебе так скажу. Ты, брат, пирог по краям объел, а середку-то середку и выбросил. Про пилата, про психбольницу не стал читать, скучно. Понимаешь, булка, так всю жизнь можно прожить и жрать одну манную кашу. И ничего, знаешь, живут, и желудок у них хорошо работает, и сон нормальный, но так за всю жизнь и не попробуют хорошего бифштекса с кровью. А ты знаешь, чтобы сделать королевский бифштекс, целой коровы малюсенький да он писал этот роман семь лет. Семь лет, понимаешь? В это время весь его мир вокруг обрушивался. Все его пьесы, что играли в Москве, в Питере, в Киеве, все запретили. Ни один рассказ не издавали. Элементарных денег не было. Жрать купить. Перечитай, как он меню ресторана Масолицкого описывает. Москва и москвичи отдыхают. Слюнки текут это читать. А задуматься, так ведь он голодный может сидел, когда писал эти строчки самые. Его в угол загнали. Он тогда самому Сталину письмо написал. Или работу дайте, или отпустите за бугор. Сталин помог в Амхат пристроиться. Да вот только его пьесы играть так и не разрешил. Вот ведь как в жизни бывает. Сталин, да, говорят, восточный деспот, сын грузинского сапожника. А он возьми-ка то Пастернака тряханет, то Горького, то Пельника, то Мирхольда какого. Сапожник. А вот понимал, какая власть у писателя над массами-то. Так что некоторые считают, что роман «Мастер и Маргарита» предназначен для одного читателя, товарища Сталина. Это ж каким долбаном надо быть семь лет одну книжку писать. Вот так, Бибик, редкостным долбаном надо быть, чтобы писать семь лет книгу, которую только ты сможешь прочитать в узком кругу друзей, а потом в стол ее на долгие годы. «Мастер и Маргариту» издали в первый раз через двадцать лет после смерти Булгакова. Я так возбудился от своей речи, что, вскочив на ноги, начал бегать перед Бибиком и Булкой. А Пилат? Ведь он почти все сделал, чтобы спасти Ганоцри, государственного преступника, сказавшего, что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти Кесарей ни какой-либо иной власти. Человек перейдет царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. А вот не пошел до конца Пилат. То ли за себя убоялся, то ли за державу римскую ее интерес и стоял горой, а прогнулся в тяжелый момент. Как я прогнулся и ты, Олежка, и Бибиков, когда подписки разным дядям давали. Так-то? У всех вон теперь праздник, революция, а мы тут как три мушкедера, блин, гасимся. В белом плаще с кровавым подбоем. Вот тебе, друг, мастер и Маргарита. Книжка-то и про нас, и про всех оказывается. Вот моя Вероника... Да заел ты уже Вероникой своей. Вон, смотри, сеты ага понесли. Сейчас из него самого Веронику будут делать или Маргариту. Мы замираем на крыше и наблюдаем, как толпа человек из пятнадцати выволокла из серединского барака самого сеты ага и быстро тащит его на середину плаца на поднятых вверх руках. Это напоминает мусульманские похороны. Вроде нельзя глумиться, но я и не сдержусь. По шариату покойного надо сохранить до заката солнца. Поэтому иногда это выглядит приблизительно так. Родственники поднимают носилки с прахом и во всю прыть устремляются на кладбище бегом, как спринтеры. Именно так и выволокли на плац сейчас папского положенца, того самого, при котором стали говорить про папскую зону. Пап — это как галоши. Снаружи черный, а внутри красный. И вынесли положенца те же люди, что и лизали ему пятки пару дней назад. В толпе вдруг кто-то кричит «Аллаху Акбар!» И вот сеты Агу уже пинает сейчас на плацу добрая половина зоны. Положенец мешком валяется у них в ногах и пытается закрыть жирное испуганное лицо. Неподалеку в инвалидной коляске сидит и курит Пелмел бурят. Изрядно попинав экс-положенца папской зоны, толпа волоком тащит его и швыряет к ногам нового царя. Бурят поднимает за волосы окровавленную башку сеты Ага и, достав из нагрудного кармана лезвия, быстро проводит им через всю рожу положенца. Блядский шрам. Теперь у сеты на всю жизнь останется малява на морде. Я сука. Теперь не ему канать по жизни. В зоне устанавливается настоящий воровской ход. Бурят меняет всех барачных и восстанавливает в правах всех, кто был репрессирован по беспределу режимом сеты. Зона выдвигает четыре основных требования. включать в бане на жилой горячую воду на каждый день, сделать субботу выходным днем, позволить братве заходить в изолятор и запретить зампорору и мамову входить в жилую зону. Совсем. Вот так. А иначе голодовка. Нетронутую баланду вывозят из зоны на тракторе. Тот-то будет праздник у ментовских коров и барашков. Нароже шахповара промзоны написан испуг. Если так исхуячили положенца, то нам, скорее всего, совсем уже крышка. Пощады ждать не приходится. Все, что у нас есть, это еще одна бутылка портвейна, сигареты, пара бибиковских сэндвичей и куча шлакоблоков. Вполне можно разгуляться. Сутки двое продержимся. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok